Венский университет Это марихуана Подлюблено, что здесь много каршеринга И сейчас мы поедем на мини-купере Мы пришли посмотреть Венский университет Просто так, сейчас зайдем, покажу вам Сделала обложку для видео Выставила последний влог из Греции Здесь такая классная атмосфера Понятно, что учебы сейчас никого нету Но здесь все равно сидят люди И сейчас солнышко немного Спряталось, ветерок подул Потому что мне очень тяжело воспринимать город в такую жару Здесь люди сидят Кто работает, кто спит Смотрите, классная атмосфера Хотела я сходить в магазин Посмотреть какую-то одежду Потому что я хожу в них в тех же штанах И я бы на самом деле что-то купила Но уже все закрывается через полчаса, пока я дойду Поэтому я просто погуляю Возьму каршеринг одна И пойду домой Вообще, кстати, меня очень понравилось сидеть в Венском университете Поэтому на заметку приходите сюда, если будете в Вене У меня, в общем, разболелось горло И я думаю, что это из-за кондиционера Который был включен постоянно плец Но хорошо, что сейчас очень жарко на улице Поэтому я не чувствую контраста Еще у Антона пена нету Поэтому я с мокрой головой Вроде же все высохло Весли, как в Париже, продаются книжки на улице Только на немецком Я здесь припарковался на смарте Это была я Я расцениваю траты на каршеринг Потому что тут все-таки не дешево 30 центов до 40 центов в минуту Средняя поездка 20 минут, то есть 8 евро Я расцениваю это как уроки вождения Как практику в чужом городе Поэтому не жалею на это денег Хотя, конечно, я думаю, еще пару дней Начну ездить на общественном транспорте Еще у меня сел голос Потому что я приболела Я не знаю, наверное, это не слышно Но я у себя в голове слышу Что мой голос не такой, как обычно Сначала у меня очень болело горло Потом у меня это все сошло вниз на кашель И вот сейчас сегодня я кашляю Но так уже чувствую, что все подходит к концу Но заболел Антон И нет, я не думаю, что это коронавирус Я думаю, что это AC Что это кондиционеры в Греции Потому что Катя тоже заболела Потому что в последнем квартире мы, конечно, вообще Не на шутку на 16 градусов ставили Там у нас в квартире было Мне так нравится этот вид Посмотрите просто Наверное, одна из моих любимых улиц Вени Все, значит, в парке с таким видом И размышляю Надо одну вещь Ты оказываешься в Европе Или видишь все эти низкие цены на лоукосты Путешествия по Европе Кажется, все, дай лучше за 200 евро Пол Европы облечу А на деле забываешь, что могут случиться всякие казусы У меня не раз такое бывает в путешествиях Ломается камера Что-то начинает болеть Надо идти в аптеку, покупать Поэтому Можно, конечно, путешествовать много И покупать дешевые билеты Но надо всегда иметь в запасе какие-то деньги И всегда понимать, что Могут случиться непредвиденные обстоятельства Ваши рейс могут задержать Его могут отменить Что-то еще может случиться Поэтому это надо всегда иметь в виду И к этому быть готовым Чтобы потом не испортиться впечатление От путешествия Как сейчас я как-то она приехала И просто на следующий день уже чувствую Нет У меня болит горло Сегодня уже нормально У нас такие были У нас такая была очень легкая программа Ничего толком не делали Сейчас будем планировать дальше У меня все еще нет билетов из Вены Все еще думаю, куда поехать дальше У меня, кстати, если я пойду вдруг в Париж У меня от моей вот этой сумочки От полен Отвалился вот этот ремешок А я любитель носить сумку в руке И вот видите, здесь нету колечка За который пристегивался короткий ремешок Поэтому причина съездить в Париж Еще у дяди него нету пена Поэтому я хожу с кудрявными Не до кудрявными волосами Потому что я их не сушу Просто заматываю в кичку И потом они высыхают, как высыхают Я возле Венской оперы Вот она, позади меня Посмотрел мой предыдущий блог из Вены Который я снимала где-то два года назад Ты помни? Я не раз рассказывала эту историю Когда мы с Антоном загуляли два часа ночи Потом я говорю внезапно Что хочу свежевыжатого сока Просто так рандомно И буквально вот там вот продается Свежевыжатый сок Круглосуточно Причем выжимает его русская женщина Тогда я усвоила урок Как важно говорить о своих желаниях Вслух Просто так Потому что возможно кто-то, кто находится рядом Способен их исполнить Вкусно покушала в индийском ресторане Съела салат Хотя наелась вообще очень сильно Наслаждаюсь пустой Веной Вообще тут и так, конечно, немного туристов Сейчас еще воскресенье вечер Большинство магазинов закрыто И здесь просто пустота Потому что в прошлый раз я была здесь На рождественские каникулы Конечно, народу было очень много Сейчас встречаюсь с Антоном И мы пойдем в бар на крыше Я, знаете, люблю в каждом месте Где я нахожусь В любом городе Всегда подняться на смотровую площадку Если это еще можно совместить с бара Вообще супер Вот, потому что когда посмотришь город сверху Всегда что-то новое заметишь Как-то больше ощущаешь сам город Субтитры сделал DimaTorzok Сдаем пивные бутылки Смотрите, сколько денег нам вернется назад Будет скидка Пять евро Ничего себе Три евро за коробку Вообще мне очень нравится Этот английский магазин Меркур Столько за вкуснятины Я, как обычно, залепаю в разделе сыра Вот, только посмотрите Меня вот этот вот привлек В последнее время Больше блютвердый сырый, чем мягкий Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет Сегодня мы едем на самом классном турцеринге Потому что это Бэмбэкабриолет Лет 41 сент в минуту И мы с ветерком домчимся до города Вообще Бэмбэ довольно привыкла Потому что у нас ССДД, то есть ГИБДД Экзамены сдаются на Бэмбэ 2 серии Поэтому как-то все как обычно Единственное, не можем разобраться как крышу Бэмбэкабриолет Субтитры сделал DimaTorzok История такая Мы поехали в город Нюндлин Короче, я не помню, как пишется Я напишу, как он называется А все это время в Вене была дикая жара 35-37 градусов Я не переношу жару И все равно мы поехали в Альпийский город В озеро И как только мы переехали, посмотрите На небо уже два раза была молния И очень, очень холодно Это первый день, когда я взяла с собой пудзи Когда была жара, я достала с собой пудзи, пиджак Сегодня я решила его брать Ну вот, собственно, здесь можно было купаться Но даже не видно верхушку горы С этой стороны сам город Вышла погулять в парк Сегодня купила билет Сегодня воскресенье У меня был вариант улететь из Вены Либо завтра, либо в пятницу И я поняла решение улететь в пятницу Потому что как-то не хочется все в спешке делать Я думала, честно говоря, как-то пропустила этот момент с билетами Думала улететь в среду И тогда это был бы оптимальный вариант Вот так в итоге получается Понедельник слишком быстро Пятница вроде долговато Потому что я уже здесь вроде бы Больше двух недель Ну, около двух недель Это я полетлющу в Дублин Кто смотрит мое видео, знает, что произошло Полтора месяца назад Завтра будет 40 дней Как не стало моей бабушке И она жила в Дублине И я хочу съездить Съездить к ней в квартиру Увидеться с родственниками, которые там Вот, поэтому я знаю, что меня это немножко подкосит Наверное, морально Что мне будет тяжеловато Это все пережить снова Все хочу съесть, записать вам видео У меня вообще появилась идея Снимать видео Как story time То есть рассказывать вам какие-то истории Своей жизни Потому что каждый раз, когда я общаюсь С друзьями, с новыми людьми Я часто рассказываю одни и те же истории Которые очень смешные на самом деле Или если они очень смешные То, по крайней мере, интересные И я всегда думаю Блин, я бы хотела рассказать это и вам Поэтому я думаю сейчас над этим форматом Если вам такое действительно интересно Потому что не совсем то, что я обычно снимаю Может быть, это не так полезно или информативно Я не знаю, интересно ли это Но дайте мне знать Если вы бы хотели такое видео На новом канале И тогда я буду снимать Всем привет, сегодня понедельник В пятницу уже уезжаю из Вены И сейчас я иду в музей В Леопольный музей Там сейчас выставка Климта И вообще 1900-е годы В том числе какая-то мебель Вот, поэтому посмотрим Здесь вот такая красивая площадь Я так понимаю, что это называется Museums Cartier Хочется прочитать по-французски, не знаю И здесь находится несколько музеев Я так понимаю, один исторический И вот там вот дальше еще два музея В том числе Леопольд И вот здесь площадь музеев Так это все выглядит Я иду в Леопольд Не знаю, как можно было так лохануться Хочется сказать Не могу какой-то синоним подобрать Ну что музеи здесь по понедельникам и вторникам Многие закрыты В том числе Леопольд в музее Поэтому я иду Полежала, почитала Поготовилась к одному экзамену Который я собираюсь сдавать в скором времени И иду кушать штрудель Вот так вот Всем привет! Я так и не попала в музей Думала, успею сегодня Все равно тоже не успела Уже послезавтра уезжаю Но я сейчас через полчаса встречаюсь с Дашей Мы с ней виделись Это было около двух лет назад Я снимала влог И у меня был влог из Вены Вот, она тоже ведет канал на ютубе Сейчас, может быть, уже меньше ведет Как раз прошу мне Научиться здесь на юридическом Поэтому познакомлю вас с Дашей Вообще, честно говоря, я считаю, что это полная издевательность Над лошадьми И для людей это тоже весьма странное удовольствие Просто лошади в рабстве Катают по городу богатых туристов Так себе Вене давно уже хотят это запретить Но так это довольно большой бизнес Где живут эти лошади Где их разводят, кучеры И это все еще довольно дорого стоит То есть приносит хорошие деньги Еду сегодня как не могу запретить Но, честно говоря, я думаю, что пора бы уже этим заняться Мы встретились с Дашей Я думаю, что вы, возможно, ее помните Я не знаю, если тут что-то слышно Даша учится на юридическом Венском университете Да, и работает И мы встретились в таком классном месте Мы на кампусе Венского университета Представляете, как здесь классно То есть зимой здесь ярмарка Летом здесь какие-нибудь ресторанчики, барчики Очень классно Это ночью красиво реально Днем не особо, но ночью это очень красиво Как мы ехали по ночам Мы приехали в место, которое называется Хохе Ванд Так здесь красиво Днем не особо, но ночью это очень красиво Ага, спасибо КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok В общем, как вы думаете, что это такое? Это марихуана! Всем привет! Сегодня мой последний день в Вене. Через два часа я еду в аэропорт. Но я решила успеть заехать всё-таки в Леопольд-музей, в который я так и не смогла прийти, потому что он был закрыт. Я в мини-купере, в котором я сейчас спущу крышу. Я ещё не ездила на кабриолете мини-купере. Так что я excited! Я сейчас в зале, где в основном представлена работа женщин. И как раз здесь рассказывается о том, что с 1867 года Венская Академия Искусств принимала женщин, отчасти для того, чтобы использовать женский труд для вот таких вот домашних изделий, для каких-то ремесленных трудов. Но в итоге, так как эта сфера была менее регулирована и менее востребована, женщины имели довольно много свободы. Поэтому делали некоторые интересные произведения. Вот это очень похоже на Рубенса. Я писала работа по очень похожему картону Рубенса. Но вот здесь немного Микеланджело. Такое же большое количество фигур, как в Страшном суде. Микеланджело. Я бы не отказалась от такого стола и дивана, отцепив квартиру. Вот так вот. К сожалению, я не успеваю посмотреть, наверное, половину того, что есть везде, потому что мне пора бежать, иначе я поставлю противнаборский карманы. Так, я сходила на вот эти две экспозиции, а на вот эти две, к сожалению, не успеваю. Хотя я очень хотела посмотреть Шиле, немножко Шиле я увидела. В общем, в Вене самокат Lime, во-первых, очень дорогие, 25 центов в минуту, это почти как каршеринг. А во-вторых, когда ты едешь по тротуару, он не дает разгоняться встрече 8 км в час, а велодорожки есть не везде, поэтому тупо. За 4 минуты и 300 метров я заплатила 2 евро. Это, наверное, самые дорогие самокаты, которые я куда-либо видела. Иду сейчас покушать пакет, скорее всего, возьму с собой и буду кушать в машине по дороге в аэропорт. Жду Антона, кушаю свой пакет в последний раз с видом на мою любимую церковь. Кстати, я сюда должна искать очень вкусный пакет. Напишу, как место называется в самом центре Вены. Вот, там мало сидячих мест, поэтому нужно брать на вынос, если лето, сидеть в парке. Ещё я вот такую книгу купила. Вена в 1900-е года. Мне нравится эта коллекция, и она стоила от носителей недорого 10 евро. Я обычно покупаю из музеев журналы, но это больше французы делают. Не нашла здесь журнала. Ну что, ребята, я в репортах. Спасибо, что посмотрели этот влог. Здесь, кстати, всё ещё закрыто. Людей мало. Ну, относительно мало. Всем спасибо большое за просмотр. Спасибо, что смотрели этот влог. Были со мной. Это мой путешествие. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok